Если ты не занимаешься политикой, политика занимается тобой. Если ты не в курсе информации, она с тобой что-нибудь сделает. Так, 4-й Тульский медиафорум открыл Сергей Брилёв, один из самых популярных ведущих на российском телевидении. Он считает, региональные и федеральные СМИ должны не конкурировать, а сотрудничать. Тогда журналисты станут 4-й властью не иносказательно, а на деле. В качестве антипремьера Брилёв привёл случай из Тульской области. При молчании газета телевидения в регионе несколько лет назад закрылась одно из крупнейших угольных месторождений. Шахта Подмосковная в Венёвском районе. Без работы остались 5 тысяч человек. При этом не надо быть специалистом, чтобы понять несколько совершенно очевидных вещей. За Подмосковной стоит террикон, в котором молебдена, чуть ли не больше, чем в руде, молебденовые, которые добывают, в шлаках. Но Алексинская ГРЭС, которая всю жизнь работала на Подмосковном угле и была под него построена, была переведена на газ. Но резервным топливом Алексинской ГРЭС является уголь, который теперь возят из Воркуты. Любая информация сейчас буквально на расстоянии клика. Интернет губит классическую журналистику, считают представители СМИ. Пессимистичным прогнозом возражают руководители Всероссийского центра изучения общественного мнения. Говорят, первая новость появилась, когда обезьяна взяла в руки палку. Последняя будет, когда ничего, кроме палок и обезьян, не останется. Так и сейчас, в 21 веке, новости не должны обесцениться. Интернет – это не конкурент телевидения и печатных изданий, а лишь еще одна площадка для развития. Каким будет современное лицо российской журналистики? Возможно, ответ на этот вопрос СМИ найдут именно на медиафоруме. Журналист должен интересоваться аудиторией, следить за ней внимательно, анализировать. Все ее изменения, запросы. Но при этом он должен быть творцом. Он должен обязательно придумывать, рисковать, пробовать, ошибаться. Монетизация клика и всхлипа, искусство допроса, как приготовить вкусное печатное блюдо, сделать спортивные репортажи увлекательными и построить эффективный диалог с людьми. На два дня загородный комплекс в Щекинском районе превратится в площадку для самых оживленных и важных дискуссий. Больше 150 слушателей со всей области лекций читают спикеры телеканала «Россия-1», «Москва-24», агентство «Реан-Новости», издание «Ведомости» и «Московский комсомолец». После форума среди СМИ традиционно выберут победителя конкурса «Мастера тульской журналистики». Анна Степанова, Вадим Рженков, Первый Тульский.